Немножечко потягаем в охотку, в охотку, очень важное слово охотка. Очень важное слово. Все готово. Разомнем коленочки. И я решил сделать озвучку своей тренировки. Вот это упражнение 20 кг я поставил, 4 подхода по 25 разов. Что это за упражнение? Прекрасное упражнение, которое не дает нагрузку на суставы, зато прекрасно прокачивает кровь через мышцы, естественно разгибатели бедра в первую очередь. А во вторую очередь, и для меня самое главное, это идет нагрузка на коленные суставы. Нагрузка на коленные суставы, при этом никакой давящей, трущей нагрузки на суставные поверхности нет. Это я все посмотрю, как я тут влез, не влез в камеру. Одно дело посмотришь в камеру, все таки маленький этот видоискатель и кажется, что ты в него не попал, на самом деле прекрасно попал. И опять. Отдых небольшой и здесь главное погонять кровь через сустав. То есть вот так вот лечатся суставы, коленные. Особенно, когда имеются какие-то там, ну смотри какие, конечно, травмы. Так, чтобы нагрузки не было давящей, трущей. А вот так вот, чтобы они работали, работали. Вырабатывается внутрисуставная жидкость. И это хорошо. Новый подходик сажусь для того, чтобы не перевешивало. Это установка моя с блинами. Тренажер я за собой ложу, видите, гантельку 6-килограммовую. Это у меня как раз тренировочка, я решил разбить. Не все сразу там делать, и ноги, и руки, и живот, и все там такое. А решил вот так вот разбить три упражнения, так тщательно проработать. Ножки, я над ними очень редко работаю, но теперь стараюсь вот более-менее почаще. И делаю. На последних разах чувствуется уже пампинг, напряжение, некоторая усталость. Так и должно быть. Вот. Очередной подходик. Тренажерчик этот я посмотрел, конечно, что есть такие тренажеры. Ну и решил сделать нечто подобное. То есть я не претендую на то, что это какое-то мое изобретение. Это все было изобретено до меня. И важно, это вот все какие-то полезные новшества, которые многие поколения людей придумали до вас. Вот это все богатство использовать. Мы многое о чем знаем, но очень мало из того, что знаем, делаем. Так, еще. Давай, давай, давай. Вот. Хорошо. Пальчик вверх. Что я думаю? То есть вот были сделаны четыре, как бы сказать, разминочных таких, прокачивающих, подготавливающих подходов. То есть они уже дали хорошую нагрузку на суставы. Они прекрасно дали нагрузку на, значит, разгибатель бедра. Ну, а теперь подошло время после того, как тщательно мы размялись в четырех подходах. Это как раз четыре по двадцать пять. Прекрасная нагрузка. То есть сто раз я поднял. Я добавляю височек 30 килограмм. И это уже, так сказать, пойдет нагрузка на силу, на массу. Я, естественно, буду делать ее поменьше. По-моему, я здесь делал раз по двадцать. Сразу, конечно, почувствовалось. Видите, мышцы напрягались. Все хорошо, хорошо. Давай, 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 давай. Попер, попер, попер. То есть вот так вот можно. И люди делают. Не применяя каких-то больших весов там на приседания. Они просто используют большие веса на вот такие разгибания. И у них там бедра будут здоровы. Вот нагрузочка сразу почувствовалась. Это хорошо. Я не показываю отдых. Отдых у меня такой. Я два раза вокруг своего спортзальчика там внутри обошел его. Сажусь и начинаю трудиться. Это примерно у меня где-то будет, наверное, ну пусть минутки две. Вот, вперед, вперед, вперед. Чувствуется, что я как-то немножечко отдохнул, посвежел. Занятия гравитационной гимнастики идут мне на пользу. Как-то появился тонус, появилась сила, желание упереться. И важно заниматься. Поправил тренажерчик, чтобы там как раз вот эти вот валики лежали на подъемах ног. И очень удобно. Очень удобная вещь. Да, привет. Пошел, пошел. Давай, давай, давай. Да, хорошо работают вот эти как раз, знаете, разгибатели. И причем разгибатели, они работают возле колен. Вы, наверное, видели, что есть люди, развившие такие могучие бедра, а вокруг колен как-то маловато мышц. А вот здесь как раз эта вся нагрузочка идет больше на низ бедра. То есть вот как раз вот эти вот четырехглавые мышцы развиваются. Низ четырехглавых мышц. То есть как раз прорабатывается коленный сустав. Теперь я это все снимаю сразу же 30 килограммчиков. Раз. Сняли. Закончили упражнение на ноги. Ну эти хорошо. У меня получилось четыре подхода по 25 с 20 килограммами. И потом я добавил вес 30 килограмм. И сделал три подхода по 20. У нас хорошенькая нагрузочка на ноги. Теперь у меня отжимания. Отжимания, как я вам рассказываю, как-то у меня слабовато вообще с самого начала они идут. Я вот поймался давным-давно на такой мысли, что у каждого человека имеются свои сильные стороны, свои слабые стороны во всех отношениях. И в отношении вот развитости и силы мышечных групп. Ну вот у меня как-то именно вот отжимания. Отжимания, жим лёжа, как-то я в этом особо не преуспел. Хотя я жал 180 килограмм лёжа. Было такое дело. А вот отжимался я всегда слабо. И я вот так вот отжимаюсь из-за того, что у меня ещё побаливают плечи, как-то щадящая нагрузка на плечи. Для того, чтобы как-то делать это в конце концов упражнение. И не так это всё травмировало плечи. Ну вот так вот делал. То есть я опустился, раз, вжался. Насколько у меня сейчас получается, лучше, лучше и лучше всё это дело идёт. Вот. Также у меня где-то без веса подхода, наверное, на 4. Я по 8 раз всего лишь на всего делаю. Вот. Чувствую, как идёт усилие. С груди немножечко на дельты. Там своеобразно. И подхватывается трицепсёнок. Вот. Теперь я решил добавить усилие. Значит, 4 подхода я сделал. Сейчас я с небольшим отягощением всё это сделаю. Это как раз монтажный поезд. Верхолазов. Как-то его где-то приобрёл. Уже не помню, где и что это давно было. К нему прицепил такую вот рогатульку. Которую я сам согнул. А это вот блины с этого тренажёра, который вы видите. Из-за динамический тренажёр. Раньше я вот с той гирькой делал. Пудовой, жёлтенькой. Пробовал даже с 24 килограммами. Это вот как раз она лежит. Но что-то у меня с плечами особо не налаживается. Лучше-то лучше, но всё равно не то. И я вот хотя бы так. С этими пятью килограммами делаю. Мало. Не скрою, мало. Но! Главное участие. Главное участие. Главное постоянство. Помните эту замечательную песенку из острова. Сокровищ тренинг хорош постоянством. И я более-менее регулярно всё это делаю. Тем самым поддерживаю в тонусе. Физические упражнения позволяют ещё вырабатывать гормоны. Мужские половые гормоны. Так что я ещё такой старикан. Немножечко на гормонах естественных. Кстати, когда я занимался, выложил видос своих занятий на этом изодинамическом тренажёре. Когда там 500 килограмм было и так далее. Был отзыв. Я его удалил. Сначала я посмеялся над ним. Что вот, мол, этот тот старикан сидит сам на гормонах. И вот тут вводит людей в заблуждение. Сейчас начнут люди делать. У них там сердце полетит. Ещё что-то там такое. Сначала как-то мне это всё это позабавило. Я просмеялся. А потом удалил. Потому что там были такие резкие разного рода слова. Люди не могут нормально выразить своё мнение. Обязательно надо что-то там в оскорбительном тоне. С разного рода ругательствами и т.д. Поэтому я удалил. На самом деле что касается из-за динамической гимнастики я начал с самого первого занятия всё это записывать и выкладывать для того, чтобы вы в случае чего могли воспользоваться и посмотреть как это идёт с самого начала и до таких уже результатов как хотя бы я дошёл там. Потому что этого нету. и люди думают ага вот сразу хоп допустим тот же самодумал Анатолий Иванович только раз там 800 кг держит его там девчонки машины держат и всё это естественно у них откуда такая сила. Всё это строится вот так вот из регулярных занятий. Так а это я начал уже заниматься презом Вес там где-то более 45 кг опять таки тренажёрчик самодельный блоки я так конечно посмотрел кто как делает ну и прикинул что вот так вот вот так вот. Ну и нормально блочок ходит отлично мягенько и вот это вот упражнение что это за упражнение чем оно мне нравится помимо того что работает живот кстати здесь больше работает верхняя часть живота брюшного пресса так сказать ну в целом то Вес конечно работает но вот больше верхняя часть это я заметил Оно позволяет растягивать спину ну в какой-то мере потому что всё это конечно когда начинаешь заниматься всё это сжато-зажато ты держишь корпус чтоб тебя не не утянул никуда Вес поэтому получается что вроде бы как-то сжатый но тем не менее нагрузки на спину нету а вот идёт как бы сказать такая вот слегка разжимающая нагрузка и делается упражнение делаю я по-моему по 15 раз так у меня заведено было можно конечно и больше раз но к чему я прихожу вот когда я вообще в результате занятий конечно можно больше ставить можно чаще заниматься всё это можно можно и лучше выглядеть естественно быть более тренированным но на это надо тратить гораздо больше времени а так я тратил скот столько чтоб мне было в охотку не более не менее не более не менее а в охотку и чем больше вес и чем чаще занятия и чем больше мышечная масса тем значит надо больше времени тратить на поддержание силы массы поэтому надо выбрать какой-то компромисс между всем этим и в том числе и здоровьем и делать так чтобы и здоровье было и более-менее там что-то там пресс какие-то там кубики проглядывали или один кубик большой проглядывал ну и было вам комфортно заниматься отдыхать что-то делать и одним словом жить в кайф вот это очень важное понятие жизнь в кайф могли при случае позаниматься у вас было достаточно свободного времени на другие ваши какие-то увлечения занятия некоторым же надо же и семью кормить то есть работать и вот это все вместе и так ну-ка вздрогнем давай будь смелее акробат и все и пошел и пошел это очень хорошо то есть вот такой вот нагрузки вот вы кто смотрит ну обыкновенный человек практически не дает себе то есть он с такими тренажерами не встречает в спортзал не ходит и так далее вот это уже будет большим плюсом важно конечно выделить для самого себя время для того чтобы мы могли позаниматься для этого надо самоорганизоваться дисциплинировать себя времени вообще достаточно но мы просто его не можем использовать а это вот тренажерчик для так сказать бега здесь тренажер хорош тем что он знаете как-то опять таки вот этот эллипс он вроде бы и дает нагрузку но нету какой-то ударной нагрузки такой знаете сотрясения на позвоночник на колени вот этого ничего нету то есть оно позволяет я считаю что это намного лучше чем беговая дорожка этот тренажер позволяет прорабатывать нам и ноги вот видите там у нас и вот эти вот стопы хорошо работают суставы стопы далее коленочки видите джук джук далее у нас идут тазобедренные суставчики потом у нас и плечевые суставы и локтевые и немножечко вот эти вот запястья работают все это работает беговая дорожка увы подобного не дает это мое мнение может у кого-то другое мнение будет спорить не буду вот что я делаю что я ощущаю то я и рассказываю на этом тренажерчике я занимаюсь не так часто кстати там сейчас стоит самое большое усилие десяточка поэтому так как-то на это с натугой все это дело идет надо было бы пятерочку вообще поставить ну зато знаете это такая больше силовая нагрузка у меня получилась есть там как раз играют музыка я думаю вот песенка закончится и на этом я закончу решил на этом тренажерчике туда сюда сюда туда ага все закончилось вот я переставляю на пятерочку Это дети подкрутили Ну вот итог Посмотрите Мой пресс Грудник Дельтоиды, трипсоиды Дядька так конечно выглядит Большим Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Доброго здоровья И до новых встреч